Отошел ко Господу сотрудник Ставропольской духовной семинарии, православный журналист Евгений Игоревич Бронский. Сюжет, посвященный его памяти, подготовили наши пятигорские коллеги. Здравствуйте, друзья! В студии журналист Евгений Бронский. Уже 9 дней нет с нами Евгения Игоревича Бронского. 8 марта на 54-м году он скоропостижно ушел из жизни. Человек высокой культуры, с неиссякаемым трудолюбием и высочайшим профессионализмом, он трудился на ниве духовного образования в Ставропольской духовной семинарии и православной журналистике, руководя пресс-службами при трех владыках. Созданием пятигорской черкесской епархии был незаменимым помощником архиепископа Феофилакта. Наша физическая смерть – это то тяжкое наследство, которое мы несем от первородного греха, заражаясь, этой смертью. Но при этом знаем, что излечение от нее в жизни вечной сам Христос. И знаем, что она излечима там у Бога. Поэтому мы молимся Ему, поэтому мы и надеемся на Бога, что Он излечит смерть Евгения и в Своем Царстве примет его жизнь вечную. Светлый и добрый человек, надежный и верный друг, строгий, но справедливый руководитель и генератор творческих идей, мудрый учитель и наставник. Таким остался Евгений Игоревич Бронский благодарной памяти друзей, коллег, своих бывших учеников. Он стал наставником, преподавателем, который потихонечку, не только словами, но и добрым примером учил жизни. Учил понимать православие, учил любить церковь. Это добрый человек, это светлый человек, это умнейший человек. И русская православная церковь сейчас потеряла человека, на которого можно было спокойно опираться. Человека, который, наверное, у каждого из тех, кто встретился на нашем пути, как большой отпечаток доброты, радости и любви. В моей жизни это был человек-событие. Евгений Игоревич стал для меня даже больше, чем наставником. На русском языке нет такого слова, пожалуй, и самое подходящее слово – это итальянское слово «маэстро». Он все свои убеждения согласовывал с Евангелием. Ну и вообще это был замечательный человек. Замечательный друг. Замечательный собеседник. Замечательный во всех отношениях. Вечная ему память. Евгений Брунский был всецело человеком церкви и похоронен на Хорошевском кладбище Пятигорска рядом с теми, кто также верно и преданно ей служил у храма всех святых в земле российской просиявших. Студия «Благословенный Кавказ», Пятигорск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова